Книжечка для детей. Очень красочная, интересная. Сейчас не такие выпускают. Он узнал о буккроссинге из новостей 5 канала. И вот принес нам уже дважды самим прочитанные книги. Говорит, если у вас уголок буккроссинга открыт, пусть полевчане придут и возьмут мои книги. Я решил, что надо, которые книги есть, съездить и посмотреть, нельзя ли кому-то, может, кому-то понравятся вот эти книги. Тем более, что некоторые книги изданы еще в том веке. Их сейчас нигде не найдешь. Конечно, таких книг теперь и в библиотеках Полевского не сыщешь. А сегодняшнему поколению школьников было бы неплохо почитать военные истории. Или вот хронику боев 41-й гвардейской дивизии. Ветеран Северского трубного завода одобряет начинание депутата законодательного собрания. Александр Васильевич Серебренников. Я очень приветствую вот эту акцию, потому что, значит, люди иногда не знают, куда девать старую литературу или даже новую литературу, но прочитанную. Куда ее девать? Я пробовал сдавать, куда-то сдавать, значит, сама. Ну, жалко. Ну, вот сердце разрывается, значит, сама. Как сдать, значит, это самое. Люди, может, еще бы почитали. И вот уже в букросинг включились многие полевчане. Еще недавно координаторы проекта привезли в Полевской 400 книг. На каждой полке в разных точках города оставили по 40 книг. А их уже стало меньше. Правда, взамен люди бывает, что ничего не несут. В этом случае идея букросинга не работает. А между тем депутат Александр Серебренников, приводя в города Свердловской области проект, мечтал видеть население читающим книги. Вы можете принести свои книги, которые, допустим, просто стоят у вас на полке. Проект букросинг предполагает некий нюанс второй жизни для книги. Очень много книг у нас в России у людей стоят просто стеллажами, и пылятся, и занимают место. Зачем? Когда есть масса людей, которые готовы прочитать эти книги. Именно проект букросинга подразумевает вот это вот действие. Телекомпания «Пятый канал» и газета «Рабочая правда» тем временем, следуя правилам букросинга, приняли у Владимира Ивановича его прочитанные книги. А активному читателю вручили свои. Путешествие книг по Полевскому продолжается. Ольга Фролова, Евгений Просиков. Новости нашего города.